А ребята уже тут? Пришли? Не знаю, давай посмотрим. Ага, вот они. Пришли. Пойдем и мы. Иди сюда, Белек. Привет, ребята. Вы попали на канал Лепота ТВ. Меня зовут Лера. Но, скорее всего, вы знаете меня как зверомаму, если, конечно, вы не впервые на этом канале. Вот это мой кот Кевин. Здесь и был кот Сладун. Сейчас, сейчас, сейчас. Все будет, все будет, все будет. Вот он, кот Сладун. И у Сладун нет одной лапки. Но сейчас не об этом. Историю Сладна вы можете найти на нашем канале. Еще у нас есть замечательный Билли Боша. Бляш, да, че, привет. И там в вольере сидит Ариэла. Ариэла сидит в вольере, потому что она все время убегает. Сочи лоли дэй, и it's mine. Тем, кто достаточно давно на нашем канале, наверняка уже надоели сериалы и детские видео. Поэтому сейчас мы запускаем новую рубрику эксперименты. Мы будем проводить разные интересные эксперименты с нашими животными. Не в смысле над животными, а с их участием. Короче, сегодня у нас супер-мега-интересное видео. Надеюсь, вы уже поставили лайк. Сейчас я посмотрю. Лайков еще нет. Будут лайки, продолжим снимать. Бабуля-то в туалете была? А я лайков жду. Поставили? Продолжаем. Главная фишка нашего канала в том, что животные у нас говорящие. Вот, например, я говорю. И это очень хорошо. Вообще не всегда, потому что если бы не ты, то Миша бы так и не узнал, кто украл его колбасу из холодильника. Я, кстати, тоже говорящий. Билли, не нужно повторять 10 раз. Она сказала, что мы все говорящие. Я милашка. Сейчас я вам в двух словах вообще расскажу, как нам пришла идея в голову снимать. Ой, Муха полетела. Как нам пришла? Ай, опять полетела. Муха в голову полетела. Идея полетела тоже. В общем, походу, я вам ничего не расскажу. Нас все бросили, поэтому мы снимаем сегодня с Билли вдвоем. Недавно мы шли по дороге и увидели, как две маленькие девочки ловят пиявок или головастиков, я уже не помню, что они там точно ловили, баночками. Мы подумали, какая замечательная идея. Может быть, нам тоже поймать? И тут друг Билли Бой такой, а зачем? И мы подумали, действительно, а зачем? Ну, ведь должен же быть какой-то смысл в том, что мы поймаем этих маленьких хвостатых чудовищ. И мы подумали, нужно провести какой-нибудь, например, эксперимент. Что, если опустить в эту воду руку? Что, если опустить руку в болото? Вот, например, когда я жила в деревне, я купалась в болоте. Я даже не думала, какое количество животных там живет. А оказалось, что их там действительно очень много. И это не только пиявки и головастики. Это водомерки, улитки и прочая непонятная штука. Поэтому сегодня я хочу провести такой эксперимент. Опустить руку в болото. Минут на 15, потом на 20, потом на час, потом на 2. 2 часа я продержу руку в болоте и посмотрю, что произойдет с моей рукой. Кто ко мне присосется, кто меня будет трогать. Как вообще будут происходить события. И если вы со мной, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А мы пошли со зверопапой на болото. Отправляемся на поиски болотного сокровища с нашим серым сокровищем. Мы прибыли к месту назначения. Вот здесь огромная канава. И посмотрите, какое количество жизней в одной канаве. Здесь все возможные размеры головастиков. От совсем маленьких до настоящих лягушек. Огромный головастик стал уже лягушкой. Нам нужно взять несколько видов каждой жизни, для того, чтобы сделать настоящее болото у нас на участке. У меня уже один лягушонок-пиевчонок тут и еще одна улитка. Видите, какая огромная улитка? Сейчас мы зальем это в бак. Давай, зверопапа, сюда. Я его не подаю. Так, аккуратненько сюда головастика, вот так вот. Зверопапа, тебе сколько головастиков нужно, чтобы тебе было страшно? Стучек пять будет уже достаточно. Ну что, давайте вот этого резвого поймаем. И может быть сразу сюда же еще одного какого-нибудь. Давайте вот эту вот свору улиток возьмем. Оп, вот так вот. Миша попросил ему еще добыть ленточного червя. Но я пока его не могу найти. Вот есть совсем маленький головастик, и вот огромный плыл, а я его не поймала. Так, кто тут еще хочет к нам? Оп, вот этот хотел к нам в гости клепотатовое. Мы с Билькой решили, что лучше пустим в дело нашего зверопапу, который сейчас опустошит нам полболота и заберет его домой. Я видел, что ты поймала все-таки ленточного червя. Да, мне удалось. Это ужасно. Вот мой таз с разной живностью. Здесь всплывают головастики. Насколько я знаю, там было головастиков, наверное, штук шесть. Вот улитка уже, видите, присосалась к краю пластиковой штуки. Почему-то водомерка лежит очень грустная. Я не знаю почему, потому что только что она бегала. Все улитки, в принципе, уже заняли свои позиции. Еще где-то был ленточный червь, который тоже куда-то почему-то всплыл. Я постараюсь сейчас немножко очистить воду, чтобы было видно обитателей. Перелью все вот в такую миску. Вот первый головастик пошел, второй головастик пошел, третий и четвертый головастики пошли. Улитки, еще один головастик. В принципе, вода с каждым разом становится все чище и чище. Я даже думаю, может быть, мне стоит подлить сюда немножко дождевой воды. Посмотрите, что пыталась творить улитка. Она не смогла залезть на эту штуку, на веточку. И поплыла мимо. Или это не улитка? Ребята, что это за штука вообще такая? Я не понимаю. Вам ее хорошо видно? Фу, вообще вот эта болотная жидкость воняет просто. Я не знаю, как что. Сейчас я несколько раз перелью воду и начну класть туда свою руку. Я нашла очень страшную штуку. Вот эта улитка, ну прям пипец какая мерзкая, если честно. И вот еще, смотрите, какая-то маленькая букашка плывет, видите? Честно говоря, мне немножко стрёмно окунать туда руку. Вот это вообще непонятное какое-то животное. Вот так уже намного чище вода, но я пока не готова окунать туда руку. И еще я не пересадила всех обитателей туда. Так, опа. Улиточки сюда. Вот это вот страшный вообще какой-то червь непонятный. Если вы, кстати, знаете, ребят, кто это, не забудьте написать об этом, потому что я реально не знаю. Это как будто гусеница, что ли. Доливаем сюда немножко чистой воды и начинаем эксперимент. Пришла я вот в эту гадость. По крайней мере, здесь она прозрачная. Ну что, я приступаю к своему эксперименту и опускаю туда. Боже, мне страшно. Я очень боюсь таких штук. Посмотрите, какие они. Если они ко мне присосутся, я вообще не знаю, ребята. Какие они мерзкие. Я не могу. Просто они меня трогают. Это жесть. Ой. Как я вообще в детстве это делала? Знаете, ребята, есть такая процедура, когда ты ноги опускаешь, и тебя такие мальки... А-а-а, меня кто-то укусило. Такие мальки тебе отгрызают огрубевший укол. А-а-а. Я потрогала улитку, она на дне лежит. Капец. В общем, я не знаю, это очень неприятно. А мне надо просидеть так два часа. Ко мне начинает присасываться улитка, ребят. Реально, серьезно. Она подошла ко мне, начала присасываться. Посмотрите. А-а-а-а. Почему они меня трогают постоянно? Так, все, ладно, мне надо собраться и просидеть так. Я смогу. Ко мне начинает подплывать улитка. Смотрите, она реально ищет, куда бы ей присосаться. Смотри. А-а-а. Просто капец, как стремно. Все, ребята, я собираюсь и сижу. Ребята, ну что, прошло уже 15 минут. Я, в принципе, освоилась. Я уже немножко играю с головастиками. Они врезаются в мои пальцы, проплывают мимо меня. У них очень замечательные глаза. Они плавают под моей рукой, над моей рукой, между пальцев. Вот этот человек, вот этот житель, похоже, вообще какой-то неживой, хотя это была водомерка. Улитка почему-то ко мне до сих пор не присосалась, зато вот эта вот гусеница решила залезть на улитку. Я ее боялась почему-то больше всех, потому что мне казалось, что это какой-то червь. В общем-то, ничего сверхъестественного не произошло. Головастики есть меня не хотят. И я очень удивлена, что ко мне не присасывается улитка. Это для меня вообще самое странное. Через полчаса сидения одной рукой в болоте, я поняла, что я абсолютно никому там неинтересна. Я неинтересна ни головастикам, ни улиткам, ни вот этой какой-то страшной гусенице, ни... Кто это был? В общем, ни водомерки она, похоже, вообще откинулась за время, пока я там сидела. Поэтому сделаем вывод, что если бы даже вдруг я и упала в болото, и там были бы такие обитатели, меня бы никто банально не тронул. А значит, можно спокойно падать в болото. Но есть еще и пиявки. Пиявок мы пока что не встречали. Хотя Миша говорил, что несколько видел. Если мы их найдем, то обязательно снимем это в сторис в наших инстаграмах. Вот они, Зверомама и Зверопапа. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. А уже послезавтра новый интересный эксперимент. Не забывайте ставить лайки. Пока! Пошли в канаву обратно. Идем. Может быть, найдем им даже дом получше, где будет побольше водички. Здесь слишком много борщевика. Идете, ребятки? Плывете? Где мой верный друг? Билька! Билли! Белек! Вот так вот. Как снимать, так со мной. Как убирать за собой, так нет. Все-таки, все-таки, все-таки. Вот он, мой любимый песик. Не бросил мамочку, да, не бросил. Смотри, пойдем выливать. Пошли выливать. Приехали домой. Друзьяшки мои. Вот так вот всех отпустила до единого. Нет, еще улитки остались. Сейчас я и улиток туда сгребу. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok